Перевод стиха. Преданно служить мне. Несомненно, о мудрейшие среди полубогов, тот, кем я остался доволен, без труда обретет все, что пожелает. Однако чистый преданный, все помыслы которого сосредоточены на мне, никогда не станет просить меня ни о чем, кроме возможности преданно служить мне. Комментарий Его Божественной Милости Ишли Шримада Ачеба Активиданты Свами Прабхупады. Завершив свои молитвы, полубоги стали с нетерпением ждать смерти своего врага в ритросуры. Это означает, что полубоги не были чистыми преданными. Хотя тот, кто доставит удовольствие Господу, может без труда исполнить любое свое желание, полубоги старались умилостивить Господа лишь ради материальной выгоды. Господу хотелось, чтобы полубоги молили Его о чистом преданном служении, они же стали просить Его о смерти своего врага. В этом и заключается разница между чистым преданным и преданным с материалистическим сознанием. В этом стихе Господь косвенно выражает свое разочарование тем, что полубоги не попросили у Него чистого преданного служения. Несомненно, о мудрейший среди полубогов, тот, кем я остался доволен, без труда обретет все, что пожелает. Однако чистый преданный, все помыслы которого сосредоточены на мне, никогда не станет просить меня ни о чем, кроме возможности преданно служить мне. Итак, Бхакти Винода Тхакур в своем произведении, которое называется «Харинама Чинтамани», где он объясняет всю славу святого имени с позиции миссии Шрилы Харидаст Хакура. То есть, где он описывает то, какие наставления дает нам Ачария Шрилы Харидаст Хакур по поводу Харинама Санкиртана Яги, по поводу воспевания святых имен Господа, и в частности, по поводу Харикришна Махамантры. И там Бхакти Винода Тхакура описывает процесс воспевания святого имени, поскольку святое имя предназначено для того, чтобы человек смог стать чистым преданным. И это очень важное знание о святом имени. В чем же слава святого имени? В том, что святое имя позволяет человеку подняться до чистого преданного служения. Это цель воспевания святого имени. Однако, процесс воспевания, по утверждению Бхакти Винода Тхакура и по утверждению Шрилы Харидаст Хакура, который получил личные наставления от Господа Чайтани, разделен на три этапа. Первый этап называется Нама Апарадхи или оскорбительное воспевание. Нама Апарадхи Бхаджин Севая что мое служение или мое воспевание, Бхаджин, прославление несомненно сопряжено с материальными представлениями о самом святом имени, сопряжено с материальными представлениями о пути духовного самоосознания и самое главное, что мое воспевание мотивировано материальными желаниями. Именно теми желаниями или теми ценностями, которые доступны даже для свиней, кошек и собак. В частности, это отношения с противоположным полом, семейное счастье и т.д. и т.п. Итак, такое воспевание называется Нама Апарадхи В этом состоянии человек всегда склонен критиковать других. Особое качество воспевания на уровне первого этапа связано с критикой. Кого же критикует человек? Критикует авторитетов в первую очередь. Итак, эта критика авторитетов начинается с самой первой ступени. Первая ступень критики авторитетов начинается с того, что мы попадаем в общество преданных. И кто-то в этом обществе чуть раньше начал воспевание святого имени. И таким образом он пытается нас наставлять. И пытаясь нас наставлять, мы рассматриваем этого человека, несомненно, с позиции мирских представлений. Мы смотрим на его тело, мы смотрим на его нацию, смотрим на его одежду, смотрим на степень его академического образования, смотрим на его материальный достаток, смотрим на манеру его общения, на его такт, деликатность, лексикон и т.д. И когда такая личность начинает нас наставлять, то мы испытываем два вида взаимоотношений с такой личностью. Либо нейтральные, это означает, сколько угодно говори, я буду тебе улыбаться, и говорить, да-да, да-да, я понял, спасибо. Или второй вид, только два этих вида взаимоотношений, критики называются. Нейтральная критика, то есть я пренебрегаю твоими наставлениями. И второй вид критики, я начинаю выказывать свое недовольство. Я говорю тебе что-то неприятное или иду жаловаться кому-то. Кому, кто примет мои жалобы. И те, кто принимают жалобы, их тоже несколько категорий. Первое, те, кто также недовольны этим человеком, они самые лучшие. Лучше жаловаться им, потому что они тогда вас будут вдохновлять, говорить, о, ты что, я еще больше знаю про него. Вторая категория, кому мы идем жаловаться, это те, кто нам нравится. Мы начинаем говорить с ним. Третья категория, кому мы жалуемся, это те, кто вообще ни черта не соображает. Такие же, как мы. И они просто нас выслушивают. Четвертая категория, мы идем жаловаться авторитету. Мы находим авторитета этого человека и начинаем жаловаться ему. Так есть разновидности всех этих взаимоотношений на первой ступени критики. На этой ступени человек всегда склонен слушать, как воспевают другие. Он всегда стремится поправить других. Вы неправильно воспеваете. Зачем вы слушаете музыку, когда вы воспеваете? Зачем вы смотрите телевизор, когда вы воспеваете? Такой человек будет говорить именно об этом. Как же вы воспеваете? Вы неправильно произносите. Вот мы слышали мантру Шилы Парупада. Там говорится. Гри Кршна, Гри Кршна, 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 Гри Гри. Гри Рама, Гри Рама, 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 Гри Гри. Ударение у вас неправильное. Вот Парупада вот так вот ударял. И так далее. Мы контролируем процесс. Следующие признаки нам аппаратхи. Мы пытаемся спасти каждого своей джапой. Мы считаем, что если мы даем святое имя неверующим разным балбесам. Несомненно эти балбесы, месоеды, корми и все остальное. Это и называется оскорбительное воспевание. Когда вы о ком-то так думаете даже. Пусть хоть это христиане, мусульмане, проститутки, алкоголики, наркоманы. Если вы считаете их ниже себя, только потому что вы уже на пути воспевания, вы оскорбитель. Святое имя вас не принимает. Почему? Потому что святое имя сострадательно ко всем живым существам. И вы значит не слуга этого имени. Поскольку вы испытываете отрицательные эмоции по отношению к другим живым существам. Которые не стоят на какой-то определенной платформе. В силу своих определенных кармических условий. Связанных их с прошлой и настоящей деятельностью. И так человек начинает всех спасать. И Вишванатха Чакравар Титхакур называет этот путь оскорбительный как Уцигамая. Человек везде стремится всем рассказать о Кришне. Везде. Слушает его, не слушает. Он все отношения пытается использовать для того, чтобы всем рассказать о Кришне. Но поскольку в сердце его нет бхакти, нет чистоты. А есть только что? Гордость. Гордость какая? Ложная. Ложная гордость. То есть, возбужденный ложной гордостью, получив новую жареную тему к размышлению, новую информацию. Перевозбужденный ум начинает совершать деятельность в гуне невежества. То есть, человек, говоря все о Кришне, только разрушает этих людей. То есть, укореняет в их сердцах ощущение, что тот, кто говорит о Кришне, сумасшедший, глупец, эти люди хотят нам причинить беспокойство. Их желание просто получить от нас деньги или завоевать почести в наших глазах и так далее. То есть, как Парупада говорит, обращенцы, что мы просто обращаем или вербуем людей в рекруты, в свою так называемую армию Господа Чайтани. Так эта стадия называется оскорбительная. Люди повторяют везде в автобусе, ходят везде с мешочками, демонстрируют все. Потому что, видишь ли, если увидят их мешочек, там у них, несомненно, нарисована Расимха или Джаганадха, или Радха Кришна. Все прочитают, что там Радха Кришна написано или Джаганадха. И спасутся, несомненно, спасутся. Но, говорится, слышать святое имя из уст материалиста, это одно и то же, что пить отравленное молоко. Таким образом, на этой стадии оскорбления человек всех травит. Всех травит. С полной убежденностью, что он всех спасает. С полной убежденностью. Это называется ложная гордость. Которая не позволяет привлечься, даже осознать, что такое чистое воспевание. То есть, что такое более чистое воспевание. На этом этапе, говорится, человек первое. То есть, когда человек не понимает этих вещей и находится без руководства, то, несомненно, говорится, в его сердце укореняются эти принципы оскорбительного воспевания. Он вводит их в ранг принципиальных вещей. То есть, он сознательно со временем не хочет воспевать чисто. Поскольку привязывается к результатам оскорбительного воспевания. И Бхакцвинот Хакур описывает, что именно оскорбительное воспевание становится причиной улучшения кармы человека. Кармы. То есть, у человека меняется кармический статус. Меняется каким образом? Сжигается его плохая карма. Постепенно сжигается. И человек начинает, говорится, в уме ощущать. В уме. Ни в теле, нигде. Уверенность в завтрашнем дне. Вот откуда эти разговоры новичков. Что теперь у меня нет кармы. Теперь я все уже, я уже у Христа за пазухой. Я уже нашел прибежище последнюю лотосный стоп. Господа и так далее. Они уверены. Вы можете видеть, новички всегда более уверены. И это дает им ложное ощущение счастья. Почему? Потому что они страдальцы и трусы. Они боятся жизни. И это состояние быстро в уме возникает. Поскольку святое имя очень могущественно. У них приходит ощущение, что они теперь защищены. И эта защита дает им ощущение счастья. То есть, оборона. Оборона. Они чувствуют оборону. Ложную оборону. Где? В уме. И они думают. Теперь с нами ничего не случится. Они везде лезут. В квартиры. К людям пристают. Они готовы куда угодно отправиться. Хоть в ад. Они так говорят. Мы готовы отправиться хоть в ад. Они начинают рассказывать, несомненно, источник вечного наслаждения всем. Они закатывают глаза. И так далее. Они в полной убежденности, что их понимание этих лил, игр, несомненно, нектар. Который просачивается в их сердце. Но это яд. Как наркотик. Он очень приятен. Но он только разрушает. И поэтому, говорится, вожделение такого глупца, который не нашел прибежища в руководстве. То есть, не нашел опытного, предного, под чьим руководством миновать все это. И получить объяснение, в его сердце, говорится, укореняется и начинает расти что? Вожделение. Вот почему, говорится, на таком этапе ни в коем случае человека не надо посвящать в сокровенные игры Радхи Кришны. И в сокровенные игры Гопи. Ни в коем случае. Ибо в таком грязном сердце появится зависть Кришны. И человек начинает подражать и лимитировать все это. Подражать возвышенным личностям. Он закатывает глаза. Начинает стремиться во Вриндаван. Он начинает говорить очень много о Вриндаване. Сам не следуя правилам, предписаниям, преданного служения. Не пытаясь отказаться от того, что ему дорого. Не пытаясь принять любое положение, о котором бы его попросили. Даже если ему это не нравится. Не следуя таким принципам, он начинает разглагольствовать о духовных взаимоотношениях. Дхамы. То есть, он начинает изображать из себя Мадхура Васу. Итак, это называется оскорбительное воспевание. Говорится, оно укореняет материалистические представления живого существа. Вот почему Парупада говорит, можно десятки тысяч жизней прожить в храме и воспевать святое имя. Так и не продвинувшись никуда. Однако, неофиты этого не знают, новички. Они думают, раз они воспевают, то рано или поздно. Нам аппарат хаюкта нам, наван еват, харам тягам. А вишран ты праюкта нам, наноши... Как там? Как? Громче. Наноши ча. Харани ча. Харани ча. Правильно. Харани ча. Даже если человек воспевает святое имя с оскорблениями, то просто продолжая воспевать святое имя, он со временем, несомненно, избавится от всех видов оскорблений. Человек цитирует такой стих из Падмампураны, но он не понимает его смысл. Что значит продолжать воспевать? Это означает постараться продолжать воспевать как? Под руководством. Поэтому мы посвящаем свою жизнь духовному учителю, когда получаем Харинама Дикшу. Мы теперь будем руководствоваться его желаниями, его представлениями. Мы посвятим свою жизнь исполнением его наставлений. И это нас, вот такое воспевание под руководством, оно постепенно, если мы будем продолжать это делать, в любом случае, оно очистит нас. Если мы приняли духовного учителя, но ему не подчиняемся, это означает формальное принятие гуру. Лишь для моды и для самоуважения называется. Сиболюбивость или чистолюбивость. Такой человек. Никуда не продвинется. Потому что гуру принимают только для одного фактора. Как узнать истину. Чтобы узнать истину, человек должен избавиться от страданий. Потому что, когда человек находится в состоянии страдания, правопада говорит, это одно и то же, что есть мороженое, а в ботинках у вас в этот момент, что? Битое стекло. Вы не сможете наслаждаться, даже если будете его кушать. Наслаждение будет оскверняться страданиями. Вот почему, говорится в йоге, человек должен сначала ослабить тугой узел, привязанности, из которых проистекают страдания. Он должен избавиться от страданий и какой-то ложной радости. Ложная радость это что? Ослабевание этих страданий. Человек радуется, когда что-то произошло. Как полубоги, они радуются, когда им вернули государство, которое они потеряли, или там мир полубогов. Они радуются, когда Кришна помогает им уничтожить их врагов. Это радость их. В чем же радость-то? Ничего нового не произошло. Просто страдания ослабли. И они считают это счастьем. И так человек совершенно неквалифицированный, не может понять этого. Он может это цитировать. Он даже может говорить, так вот сесть и разговаривать об этом. Но он не понимает, почему в его собственном сердце происходят такие проблемы. Почему его не привлекает чистое святое имя. Почему он не подчиняется. Почему он постоянно выдумывает что-то свое. И так говорится, контроль чувств это не просто получить информацию. Контроль чувств это применять эту информацию в собственной жизни. Так сказал Кришна Арджуни. Гянам вегянам сагитам. Ты не только должен говорить об этом. Ты должен это применять в собственной жизни. Сагитам это означает, ты должен продемонстрировать это сам себе. Насколько ты понял. Элементарные вещи. И так люди стремятся, новички стремятся читать очень много других книг. Они начинают искать новые произведения и так далее. Не реализовав маленькие тоненькие книжки. Даже не книжки. Хотя бы пол шлоки из этой маленькой тонкой книжки. Хотя бы одну строчку они не реализовали еще даже. Как? Пройдя вот эту комбинацию. Объекты чувств. Органы чувств. Чувства. Ум. Интеллект. И сознание. В лучшем случае они как объекты восприняли это. Не получив никаких чувств. Лишь единственное что объект это означает писание с буквами. Объект. Он просто лишь через чувства дал ложное представление, что теперь я все знаю. И вы можете видеть, человек находящийся на уровне ума и чувств, он всегда говорит, да я это знаю. Ему говорят, а почему же ты не делаешь? Он говорит, ну ладно, да все это мы знаем. Мы уже это слышали, я это знаю. Да я миллион раз это уже читал. Это означает, что человек находится на платформе сентиментов. Это еще не йог. Это обычная личность. Это обычный человек. И Пропада говорит, вся Индия так говорит, что она вся знает Кришну. Все они знают, как служить Кришне. Все. Любого индуса схватите, который даже в коробке спит. Пьяный в дупель. И он вам скажет, да я читал, я слышал. Рупа Госвами Киджай. Но они не реализовывают ничего. И этот Рупа Госвами им надоел с детства. Они с детства слышали. Ибо Рупа Госвами в Бхакти Расамриту Синху сказал. Ибо Кришна в Бхагавадгите сказал. Махараш Юдхиштхира в Махабхарате сказал. Видура в Бхагаватан сказал. Они все это слышат с детства. И они все это знают. Но ничего не реализовано в их жизни. Итак. Индия несомненно веселая страна. Но увидеть там Кришну очень сложно также. Очень сложно. Почему? Потому что вся религия сведена к поклонению ради материальных благ. Вся религия сведена ради политики. И Прупада приводит именно поэтому пример Ганди. Который всегда ходил в Тхоти с Бхагавадгитой. Всегда. Он никогда не носил кармической одежды. Он всегда был в Тхоти. Очень редко надевал носки. Даже когда он приезжал в другие страны. Его просили одеть смокин. И на раутах он всегда появлялся в мятом Тхоти. Как вы думаете? Какого цвета было его Тхоти? Он всегда ходил в Шафрановом Тхоти. Вот что такое политик. Вот что такое политик. И он всегда говорил о том, что он кто? Слуга Бога. Он не был слугой народа, он говорил. Я не служу народу. Все, что я делаю, это только для того, чтобы сделать это для Бога. И в итоге Бог наградил его. Автоматной очередью. Однако Кришна говорит, даже тот, кто поклоняется мне и удовлетворил меня. Но имеет материальные желания, я исполню их все. Как вы думаете? Кришна обычная личность? Он так исполнит, как дядя, как тетя, или как папа, баба, какой-то Рокфеллер, Форд. Нет. Он так исполнил желания. Каждого, кто поклонялся с материальными желаниями. Но удовлетворил Кришну. То есть правильно это делал. И делал то, что хочет Кришна. И когда Кришна был доволен, Кришна исполнил их материальные желания. Один получил самую красивую девушку во Вселенной. И занялся с ней любовной жизнью на высших планетарных системах. Более того, в конце жизни вернулся обратно к Богу. Другой получил Господа в телохранители. Вы можете себе представить, что у вас Господь телохранитель? Все, вам уже ничего не надо вообще. Третий получил планету Господа. Швето-Двипу. Которая безгранично, трансцендентно. Безгранично. Говорится, весь материальный мир по сравнению с этой планетой. Подобен горчичному зерну на голове Ананта-Шеши. Который лежит в безбрежном океане Корана. Горчичное зерно, семечко такое маленькое. Так это вот весь. А предный получил эту планету и там живет. Там нету рождения, старости, болезни, смерти. Нету усталости. Нету сокрушений, скорби. Там царит любовь. Итак, почему же мы видим, что все говорят, что они поклоняются. Но Кришна не исполняет даже их материальные желания. Кто-то говорит, я ради богатства и женщин. А я вот ради этого. Почему же Кришна не исполняет их желания? Потому что, может быть, они чистые и преданные. Так рождается эта проблема, что, видимо, я чистый и преданный. И критика еще более усиливается. В адрес кого? Чьи желания Кришна что? Материальные. Исполняет. Чьи желания как раз Кришна материальные исполняет. Эти чистые и преданные начинают очень сильно критиковать. И они говорят, ну разве вы не видите? Это же не чистый пред. Вот посмотрите на нас. Насколько мы уже настолько чистые, что у нас уже вообще ни жерна нет. Даже последние мозги улетучились. Мы избавились от ума уже. Мы даже избавились от разума. Избавились от всего. У нас нету теперь. Нету папки у нас, нету мамки. Мы такие несчастные панки. Что ж они, вы думаете, так тяжело зарабатывают, идут на кармическую работу? Они ничего не смогли получить от Кришны. Ни цента в результате преданного служения. А которое состоит только в девяти формах. Шраванам, Киртанам, Вишноксмаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сакьям. И Атмани Веданам. Они не смогли получить все это через служение Кришне. Через жертвоприношение, тапасию и благотворительность. И видя такие неудачи, человек не осознавая, что он просто ни черта ничего не сделал для Кришны. Он думает, нет, я должен идти работать на кармическую работу. Но говорится, нет иного пути. Ни карма, ни гьяна, ни йога не может решить проблемы человека. В эту эпоху нет иного пути. Кроме Харинама, Санкиртаны. Вот почему мы вернулись к Нама, Чинтамане. Воспеванию святого имени. Итак, на этом оскорбительном уровне человека мучают разные проблемы. И Бхактивинон Тхакур описывает эти проблемы как анардхи. Анардхи. И поэтому он говорит, что когда человек начинает на самом деле под руководством, начинает воспевать святое имя, желая избавиться от оскорбительного воспевания, то в первую очередь он достигает ступени, которая называется Клешакхни. Слово Клеши, словарь Нерукти объясняет как причина всех страданий. Причина и в соответствии с законом кармы Вьясадева описывает, что карма это подобно дырявой лодке, на которой плывет человек посреди океана страданий. И лодка постоянно заполняется водой, а этот океан состоит из страданий, то есть эта лодка заполняется чем? Страданиями. И человек всю жизнь тратит время, пытаясь вычерпать воду из дырявой лодки. Но вся его деятельность, все его усилия, все его старания так и не увенчаются успехом никогда. Почему? Потому что лодка дырявая. Вместо того, чтобы вычерпывать воду, он должен что? Устранить причину поступления воды. И вот эта дырка, через которую поступает вода, называется термином клэше. Клэше. Итак, Бхактинон Тхакур объясняет, что в первую очередь человек должен обратиться к причинам, которые вызвали вот эти все следствия. Причинно-следственная связь. И говорится, неофит или новичок, это тот, кто познает раздел закона кармы. Почему я не должен оставлять деньги себе? Почему лучше ничего не иметь? Почему не надо никого критиковать? Почему я должен терпеть, отказаться от семейной жизни на какое-то время? Я должен получить образование. Иначе карма моя не позволит мне быть свободным в выборе. Почему? Какой смысл выбирать что-то из следствий, если причина не устранена? Вот почему говорится, что клэше это причина страданий, которая отвечает за наш выбор. В соответствии с этим выбором, живое существо в будущем будет наслаждаться или страдать. И за этот выбор отвечает причинно-следственная связь. И причиной этих следствий является панча-клэша. И первое называется овидья, невежество. В чем же проявляется это невежество? Живое существо абсолютно не образовано в духовных ценностях и в практике духовной деятельности. Оно забыло о том, что оно является душой. Что значит забыло? Оно теоретизирует эти вещи. Вы не думаете, что если человек думает, что он душа или знает, что он душа, то он становится душой. Нет. Человек все равно остается телом. Сейчас выйдите на улицу и любому скажите, ты душа. Согласен? Да, хоть кто. Хоть две души. Две души называются схизофрен. Что в нашем случае называется шизофреник. Схизофрен. Двойная душа или раздвоение души. Хоть три души. Хоть четыре. И так человек не может сделать правильных выводов до тех пор, пока он не станет действовать как кто? Как душа. Действовать как душа. Вот почему называется духовная практика. Практика слова подразумевает крита. Поэтому называют, путь бхакти еще называют, крита йога. Крита означает действие или карма. Карма йога. Деятельность, которая сможет живое существо связать с душой и со сверх душой. Действие. Пока человек не начнет действовать, все это теория мертва. Мертва. Что же нужно начать делать? Воспевать святое имя. Как нужно получить наставление? Что же гуру говорит, когда посвящает нас в святое имя? Четыре принципа свободы и избегай десяти оскорблений. Так ты начнешь подниматься до этого уровня, который называется клешак. Если ты будешь пренебрегать регулирующими принципами свободы и будешь пренебрегать этими десятью оскорблениями, то ты можешь десять тысяч жизней сразу готовиться прожить в храме. До смерти можешь жить в храме. До смерти можешь здесь бубнить, что-то изображать от себя. Никакого продвижения не будет. Многие вещи просто укоренятся в твоем сердце. Укоренятся. Итак, человек принимает эту дикшу, начало воспевания. Начало какого воспевания? Настоящее воспевание. Которое эффект должно дать. Тот эффект, для чего оно было дано. Намарупа аватара, юга дхарма гей. Что намарупа, это означает форма святого имени, является воплощением Кришны в эту эпоху и является основной деятельностью взаимоотношений с Богом. Основной. Наше отношение со святым именем, это и есть наше отношение с Богом. Наше отношение с Гуру формируется на нашем отношении со святым именем. Все формируется в отношениях святого имени. Через святое имя, это ключ, раскрывающий, как Прабхупада говорил, этот большой-большой мир бесценных даров. Итак, Панчик Леш, и первое оскорбление, это прекратить, первое оскорбление, это критиковать. Критиковать. И поэтому Патанджали в Йога Сутри говорит, что первое, что должен сделать человек, который постиг йогу вообще хотя бы, принцип йоги, он должен понять, что медитация и йога возникают только исключительно из контроля чувств. Что такое контроль чувств? Это как вот эта маленькая девочка сейчас стоит, и несколько людей уже не контролируют чувства. Вместо слушания они занимаются сентиментами. Это называется сентиментализм. Никакой йоги не произойдет. Потому что люди обращают внимание на все то, что отвлекает их. И они ничего не могут с собой поделать. Почему? Это вожделение. Сентиментальность, это и есть признаки вожделения. Как вы узнаете, что человек похотлив? Он очень сентиментален. Кошечки, рюшечки, хрюшечки, утю-тю-тю, простите, жалостливые. Это похотливые люди. Вот почему именно сентименталисты все разрушают. Именно с их молчаливого согласия уничтожается все знание. Потому что это и есть невежество. Это сексуальные проблемы. И так, говорится, никто не сможет проконтролировать все эти вещи. Мы вчера с вами говорили. Вожделение. Человек может обнаружить это в себе. Просто исходя из йоги. Из писания. Из теории. Да, я сентиментален. Несомненно. Это факт. Значит, у меня куча вожделения. Это и не секрет. Потому что все мое сердце клокочет от материальных желаний. И в первую очередь они выражаются в сильном влечении к противоположному полу. Человек может обнаружить это гуна страсти и вожделение. Я всегда хочу какого-то материального любой ценой. И ничего не могу с собой поделать. Это называется анартха, асад, трышта. Жажда материальных приобретений. Я не могу с собой ничего поделать. Так сильно хочу домик. Семью счастливую. Все остальное. Хочу денег. И человек не сможет продвинуться, если он не понял суть йоги. И Патанджали именно в йога-сутре описывает. Если хоть кто-нибудь постиг истинный смысл деятельности йоги, он постиг самую важную часть начала пути. Что тот, кто не контролирует свой язык, никогда не сможет контролировать ни одно другое чувство. Все начинается с языка. Тот, кто взял под контроль этот самый неуправляемый орган тела, сможет контролировать все остальное. Именно язык. И поэтому говорится, тот, кто взял под контроль язык, может взять под контроль все чувства. А тот, кто контролирует чувства, может достигнуть медитации. Тот, кто достиг медитации, может практиковать йогу. А из йоги возникает что? Йога-майя. Анхата-гата-патир. Он может невозможное сделать возможным. Итак, контроль языка. И поэтому все писания заканчиваются тем, функциями языка. И функции языка две. Это речь и распознание вкусов. И поэтому все шастры у праупады заканчиваются. Джапа-медитация и йога-приема пищи. Тот, кто не научился контролировать язык, никогда не сможет стать йогом. Никто. Как бы что он ни делал. Копал, картошку чистил или что-то. Никто не сможет. Пока он не стал контролировать язык. Не говорить всякие глупости. А занял бы язык в воспевании и в принятии просада. Каждый раз кто-то приходит. Чем я могу быть полезен? Я говорю, воспеваю и ешь просад. Но это понятно. Непонятно. Ты так глуп еще, чтобы это понять. Я через 11 лет это понимать стал очень глубоко. Другой человек говорит, я все понимаю. Ничего это ты не понимаешь. Потому что глубоко понять это можно только тогда, когда вы прошли этот путь. Когда вы на самом деле реально ощутили, что это на самом деле так. Вы это испробовали. Никто не может это понять, если он это не испробовал. Никто. Вот почему контроль языка это означает поменьше проджалпы. Побольше воспевания, обсуждения имени, формы, качеств, деяний Господа. Побольше вкушать в просад на первых особенно годах. Потому что это йога. Это и есть медитация и йога. И что нам мешает? Ложная гордость. Вот почему человека-новичка туалеты заставляют чистить. Заставляют мыть полы. Такие как бы с виду самые унизительные виды деятельности. Потому что он гордый. Он считает, что его нельзя занимать таким образом. Он видишь ли образованный. Он там такой красивый. Будут меня еще тут занимать. Я хочу на компьютере сидеть. Писать диссертацию. А на туалете ты не хочешь посидеть? Годик хотя бы. Мочу и кал за другими великими личностями поубирать. Как же они велики. Вы что? Ну как, не видишь, сколько она не наделали тут? Величайшая деятельность от них исходит. Итак, человек, не поняв этих признаков, почему именно таким образом устроена духовная жизнь, почему все начинается именно с туалета, со швабры, с чистения картошки. Может, а он еще не научился контролировать язык. А в каком контроле чувств может быть? И что же контролирует человек? Язык. И как язык контролируется? Воспеванием святого имени. И в первую очередь прекратить кого бы то ни было, что делать? Критиковать. Если это не является вашим служением. Как Арджуна, он получил служение не просто критиковать. А что, какое служение получил? Убивать! Но почему он не навлек на себя греха? Потому что это было его служением. Вот почему пропадок говорит, пусть вас поправляют и критикуют те, чье это служение. Они не навлекут на себя греха. Но если вы начнете исполнять такие функции, и так человек должен разобраться, что является его служением, и что таким не является. Что является его долгом, и что не является. Если он будет молотить языком, то он навлекает на себя реакции. Реакции. Итак, это клеши. Первая клеши. Вторая клеши это Асмита клеши. Ложное эго. Когда я сам знаю, как мне. Но к чему стремится живое существо? Отождествляя себя так с телом. Женщина, мужчина. Я хочу поменять пол, я хочу то. И он так страдает, человек, что у него не то тело. Я старый, молодой, я негр, я белый там, или какой-то расы. Страдает от половых признаков, страдает от всего. Потому что человек отождествляет себя с этим телом. И он думает, мне просто не повезло с телом, поэтому я так неудачлив в жизни. Мне не повезло с телом. Такой Асмита клеши. В сердце такой личности, несомненно, просто кипит представление, что счастье материально. И такая личность начинает действовать по собственной прихоти, используя писание, тапасе и жертвоприношение. Как оно вздумается в соответствии со своей собственной природой. И поэтому Кришна говорит, многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такой деятельности иной. Они не достигают спокойствия ума. Они не выходят за рамки телесных представлений. И поэтому их мечта сменить одни гениталии на другие. Потому что в их сердце остается сильное отождествление. Поэтому они не могут понять смысл священных писаний. Они не могут ничего вам дать, никакого наставления. Это сильное отождествление. Из-за привязанности. Таким образом, в результате такого ложного эго, люди стремятся к мирскому счастью. И представление о счастье у них исключительно материальное. И они еще действуют по собственной прихоти. Это означает, они идут мирским путем. Используя при этом, что? Религиозные ценности. Они действуют по собственной прихоти. Так появляется формулировка Праупада, говорит. Секта. Сектанство и сектанское умонастроение. Когда человек на основе авторитетных писаний и практики создает собственную миссию. Постоянно кричит и провозглашает, что она основана исключительно на авторитете писаний и наставлениях. Это и называется сектант, сектанство и сектантское умонастроение. Итак, следующая клеша. Ложная ненависть к ложным источникам страданий. Живое существо начинает болтать о том, что демоны препятствуют миссии. Те препятствуют. Осторожны будьте. Они начинают сгущать краски, которые называются Министерство обороны. Очень много врагов. Будьте осторожны. Будьте то. Вас убьют. От вас только зависит. И так далее. Но, говорится, все зависит только от кого? От Кришны. И в этом случае живое существо также начинает предупреждать людей, что они должны бояться. Они должны бояться. Потому что здесь столько могущественных демонов. И так далее. Когда человек сам не укрылся под сенью лотосных стоп Господа, что означает укрыться под сенью его наставлений, ему кажется, что именно он спасет кого-то. Он спаситель мира. Почему Иисус Христос имеет такой титул, который называется спаситель? Как вы думаете? Почему он спаситель? Потому что именно сам он укрылся под сенью лотосных стоп. То есть, он исключительно действовал по наставлениям, авторитетно, с правильным пониманием наставлений своей миссии. Итак, следующее. Появляются эти враги. Ложная ненависть. Появляются разновидности страхов. Страх остаться без окружающих. Страх того, страх сего. Человек начинает проявлять опять это вожделение. Из его глаз текут слезы. Как вы думаете, почему женщины сентиментальны и всегда плачут? Одна причина. Почему? Вожделение. В девять раз больше вожделения. Вот почему они так часто рыдают. Это похоть. Вот откуда эти все сентименты. Вот почему Кришна объясняет об этом. Вот почему их надо занимать в служении. Иначе им очень сложно избавиться. Сложнее избавиться от этих всех вещей. Тело таково. Таково ложное эго. Тонкое тело таково. Вот откуда все эти слезы, сопли и все остальное. Сопли с сахаром. Постоянно любовь в голове. Дети и так далее. И поэтому именно это их вышибает сразу из равновесия. Ничего другое их не вышибает. Именно это. И они постоянно сконцентрированы на семейных отношениях других и семейных отношениях себя. Они говорят только о своих взаимоотношениях с противоположным полом. Из-за этого расстраиваются, радуются и так далее. И если дурачок какой-нибудь попадет туда, то его жизнь будет прекращена так же. Он становится жертвой вожделения. И в итоге, вот почему, говорится, он становится подкаблучником. Вот что такое намоаппаратхи. Вот что такое намоаппаратхи. Итак, следующее. После двеши идет опхеневеша. Желания и привычки, принесенные из прошлой жизни. И живое существо не понимает, какие желания и какие привычки оно принесло из прошлого. Поэтому иногда говорят, откуда у меня такие желания? У бабки не было, у мамки не было, у бабки не... Откуда у меня привычки? Папка не пьет, не курит, мамка не пьет, не курит, бабка не пьет, не курит, жучка не пьет, не курит, внучка не пьет, не курит. Все никто не пьет. А вот этот у нас алкоголик какой-то. Или человек находит себе. Желание и привычки, принесенные из прошлых жизней Что это мне все время Хочется жениться и все Почему желание есть жениться Обзавестись семьей Почему есть желания какие-то Странные, материальные Это привычка Так думать Привычка желать именно этого Комфорта для своего тела Это привычка Вот почему Шастра говорится Что не нужно серьезно относиться к своему уму Из которого исходит Очень для нас кажется Серьезные что? Желания Ощущения Я чувствую чуйка, чуйка Ой-ой-ой, чуйка, чуйка работает Ой-ой-ой Не относитесь так серьезно к своему уму Если бы вы видели форму своего ума Вы бы никогда ему не предались Вот представим, что хороший ум Это такая красивая личность Не очень такой косой Косой ум Такой Итак, в гоне благости нормальный Такой ум В гоне страсти такой косой Без руки С культяпкой А в гоне нежество ужасное Ужасное Если бы вы увидели свой ум Олицетворенный Вы бы никогда ему не предались Но поскольку мы его не видим Сравнить-то не с чем Собственный ум-то не с чем Мы думаем Ну он вообще такой Вообще выглядит Такая борода у него Шик Лысый С мечом С виной С кошельком С лопатой Такой красивый Вот почему говорится Глупцы путешествуют Из жизни в жизнь По всем вселенным На колеснице своего Ума Они так серьезно его принимают И поэтому именно ум Становится причиной Порабощения Поскольку ум Первая трансформация Ложного эго Так где ложное эго скрылось? В уме В уме Ложное эго Атаковало в первую очередь ум Потому что ум в гоне Благости Ум в гоне благости Разум в гоне страсти А ложное эго в гоне Невежество И как вы думаете Что управляет человеком? Ум? Разум? Или ложное эго? Ложное эго И оно окрашивает всю благость В невежество Поэтому все что мы хотели Благо превращается во что? В кака Все что мы делаем Лишь ведет нас к смерти Поэтому и говорится Все что он болтает Бред Все что он делает Безумие И все к чему это приведет Лишь смерть Кто хочет с таким общаться? Кто хочет общаться с тем Кто никому не подчиняется? Из-за гордости Из-за ложного эго Из-за ложного эго И не из-за чего другого Никому не подчиняется Человек принимает гуру И никогда не идет к нему Потому что боится Что гуру может его не удовлетворить Он говорит Не с чем идти Ничего себе Такой ложняк И не с чем идти Может быть просто Ты сдвинуть его не можешь Просто к нему Утащиться не можешь С таким ложняком Потому что Ножки же буксуют Ручки гребут И все впустую Такой ложняк Тащить к гуру Это вообще тяжелая работа Из болота Тащить бегемота Итак Все это называется Клешатни Когда ослабевают клеши Борис Скажи водки нет Молодец Когда ослабевают клеши Наступает второй период Или второй росток Маленькая пипочка появляется Маленькая пипулечка Она называется Шубхада Хорошие качества И люди всегда путают Качества Почему-то со способностями Нифига я не понимаю Вообще не врубаюсь Хорошие качества Путают с хорошими способностями Говорится Проявиться должны Хорошие качества Какие же качества? Самодисциплина То есть Человеку уже не надо дергать Он сам себя поднимает Его не надо все время кричать В будильник Кто-то его не разбудил Не накормил И что-то еще Кто-то вовремя не пнул Не дал им в ухо Хорошенько Только без рук Там самодисциплина есть Это хорошее качество Самодисциплина Самоконтроль Его не надо контролировать Он сам не выходит За рамки этого И так далее Появляются хорошие качества Человека Жадность превращается во что? В щедрость И так далее И что значит щедрый? Кто-то думает Я сейчас буду давать И все будут думать Что я щедрый Нет Существует очень много Вещей, факторов Которые могут указать На вашу жадность Даже если вы очень много даете Какую? Вы становитесь гордым И вы все время интересуетесь Куда это истратили Вы пытаетесь контролировать это И постоянно об этом говорите И постоянно ждете Что вас за это будут что? Уважать и прославлять Это означает Что вы так же остались жадным Вы оплатили свою славу просто Вы заплатили эти деньги за славу Теперь вы ждете этой славы Вы заплатили деньги Чтобы получить еще больше И вы заплатили деньги для чего? Что теперь иметь возможность контролировать Вот почему говорится Что сейчас все покупается Власть, слава покупается Все покупается Положение покупается Можно вором в законе стать за деньги Можно стать президентом Можно кем угодно стать Лишь бы были деньги Можно любую революцию совершить И стать И потом в Мавзолее лежать Взять у немцев кредиты Революцию совершить И потом лежать в Мавзолее Можно что угодно сделать Деньги И так человек может не распознавать это в себе Поскольку он не квалифицирован Он очень много читает разных книжек Даже еще может на машинке долбить Но ничего не понимает Абсолютно Абсолютно Итак, духовная деятельность Деятельность И поэтому Шрила Прабхупады говорит Повсеместно распространять Повсеместно распространять Основы духовной жизни И практики Практики Практически это действует Итак Следующим этапом Начинается этот путь Который называется Шубхада Шубхада Почему же многие не нашли себе Этих хороших качеств Почему пришлось им говорить Давай жертвуй Давай то Шастра говорится об этом Что когда человек отдает Плоды своего труда Тяжелого труда Пусть хоть какого Он достигает спокойствия ума И контроля чувств Таким образом Его чувства контролируются Пожертвованиями В Бхагавадгите это объясняется Кришна сам говорит Именно об этом Что совершая Пожертвования То есть раздавая Брама нам там Кому Оплачивая Человек Становится Каким Спокойным Это цель Успокоить ум Отказываться От плодов Своей деятельности Это означает Не покупать себе Славу И уважение А отказываться Вместе с деньгами От этого Вместе с деньгами От этого И отказаться нужно От чувственных наслаждений Таким образом Говорится Что человек Который понял Смысл пожертвований Постепенно Лишается Вожделения И берет Свои чувства Под контроль Но как Можно жертвовать Почему Жадность остается Это Шубхада Он не достиг Шубхады А Шубхада Он не достиг Хорошего качества Щедрости Почему Потому что Он не успешен В Клешахне Почему Он не успешен В Клешахне Он не воспевает Святое имя Правильно Он его правильно Произносит И не больше Поэтому мы видим Как Новички Пытаются Святое имя Произносить Как Правильно Но они не понимают Что такое Воспевать Святое имя Как Как Правильно Это как Внимательно Внимательно Это значит Знать Внимание Оказать Святому имени Потому что Святое имя Отворачивается От таких людей Надо ему Внимание Проявить Какое Прекратить Критиковать Вот почему Язык Кто критикует Язык Язык Трансформации Ложного эго Ложное эго В уме И так Язык Постоянно Болтает Всякую ерунду Почему Говорится Что Признаками Вожделения Является Гнев Посмотрите Гневные люди Раздражительные И гнев Проявляется По разному Вы не думайте Что все Гневные В гуне Страсти Или в гуне Невежества Многие люди Называются Парупада Описывают Это в Бхагават Праведный Гнев Есть Праведный Что значит Праведный Правильный Гнев Человек знает При каких Обстоятельствах Гневаться На кого Гневаться И где Гневаться И так Гневливые Раздражительные Люди Также Указывают На то Что эти Люди Искусственно Удерживают Свои чувства Свои чувства От их объектов Поэтому Возникает Гнев Они Не Грешат Но Они Искусственные Они Не Заняты Они Несомненно Могут Не Грешить Потому Что Те Кто Грешит Они Умиротворены Они Все Удовлетворили Они Под Контролем Как Один Говорил Браман Надо Сначала Удовлетворить Свои чувства А после Этого Взять Их Под Контроль Такая Шутка У него Была Человек Гнев Гневлив То Есть Он Ждет Момента Когда Но У него Что-то Не Срастается Что-то Не Получается Все Время Задетость Задевается Его Вожделение Поэтому Начинает Гневаться Из-за Неудовлетворенности Неудовлетворенность Возникает Из-за Вожделения Когда Вожделение Именно Неудовлетворено Тогда Кислое Лицо Все Остальное Человек Теряет Радость В этом Пути Процессе И так Далее Но Разум Может Проявляться Только Тогда Когда Человек Воспевает Как Внимательно И Парупада Говорит Мы Создали Храмы Для того Чтобы Люди Могли Воспевать Внимательно Должное Внимание Святому Имени И В первую Очередь Они Поселяются В храмах Чтоб Не критиковать Авторитетов А что Делать Служить Им И Прославлять Их Удивительный Фактор Казалось Бы Может Это И придумали Авторитеты Но Авторитеты Стали Авторитетами Только Потому Что Они Квалифицированы В чем В прославлении Авторитетов И В служении Авторитетов Когда вы Служите Авторитету Может Раскрыться Слава Авторитета И Поэтому Говорится Никто Не Может Говорить Что Его Гуру Великий И Орать Фотографии В нос Тыкать До тех пор Пока Он Не Прошел Через Служение Гуру Под Его Руководством Потому Что Слава Духовного Учителя Раскрывается Только В служении Духовному Учителю И Никак Иначе И Тот Кто В большей Степени Предался Гуру Только Тому Раскрывается Слава Гуру Только Тому Кто Предался Святому Имени И Раскрывается Слава Святого Имени Когда Мы Кому То Служим Тогда Мы Только Можем Понять Его Славу И Поэтому Шастрах Говорится Что Только Служа Кришне Можно Постигнуть Его Славу Как Богована Что Именно У Него Все Эти Шесть Достояний Итак Эти Обманщики Люди Которые Неквалифицированы Пытаются Получить Славу Это Называется Анардхи Когда Человек Не проходит Этот Путь Который Называется Клешак Не Не Успешен В этом У него Не Развераются Хорошие Качества Человек Укореняет Анардхи В своем Сердце И Бхактинодх Кур Дальше Продолжает Что Человек Не Поднявшись До Уровня Знания Не Сможет Увидеть Даже Распознать Эти Анардхи Какие И Первая Анардха Называется Асад Тришта Бхактинодх Делит На Несколько Секций Из Них И Исходит Упан Ардха То Есть Предшествующие Эти Монахам Но Их В основном Несколько Он Описывает Первый Называется Асад Тришта Жажда Материальных Приобретений Жажда Прямо Хочу Дубленку И Все Хоть Ты Тресни Вот Понимаю Башкой Но Все Равно Хочу Вот Все Хочу Вот Машину Вот И Все Вот Хоть Убейте Номер Один И Вы Можете Видеть Это Сердце Прямо Находится Что Человек Понимает Умом Но Его Прет И Все Вот Это Называется Асад Тришта Это Анардха Если Вы Ее Видите И Чувствуете Знайте Что От нее Нужно Избавиться И Описывается Что Значит Анардха Не Врите Асад Тришта Желание Чего-то Материального Вот Желание И Все Вот С Этой Женщиной Быть Или Желание Быть С Этим Мужчиной Или Желание Вот Детей Это Все Материальное Все Это Материальное Вот Желаю Расширить Квартиру И Все Желаю Три Бассейна И Все Четыре Бассейна И Такое Сильное Желание Что Ничего Не С Поделать Я Даже Все Делаю Все Равно Это Желание Становится Доминирующим Что Все Это Я Думаю Что Я Делаю Для Кришны Но Когда Человек Очищается Он Начинает Видеть Глазами Знания Себя И Он Говорит Я Себя Обманываю И Вот Этот Само Обман Называется Кутейна Следующий Витан Артхи Кутейна Самая Иллюзия И Желание Критиковать И Самая Иллюзия Любой Кто Затронет Мою Осад Тришта Тут же Получит От меня Что Критику Потому Что Я На самом Деле Этого Не хочу Че Он Такое Мелин Болван Какой Вот И Появляется Критика Потому Что Кто Задел Нас Осад Тришта Нашу Дубленку Нашу Пеленку Нашу Машинку Квартирку И Если Это Нас Задевает И Мы Тут же Начинаем Говорить Это Не Так Мы Уже Развиваем К тому Кто Это Задел Критическое Настроение Поэтому И Называется Кутинати Самоиллюзия И Желание Критиковать Следующий Вид Анардх Называется Хриде Дур Бальян Хриде Означает Сердце А Дур Трудно Бальян Силы Нету Силы Слабость Сердца Дур Означает Тяжело Нету Сил Тяжело Мне Это Сделать Мы Это Очень Трудно Это Очень Тяжело Мне Я Не Могу Ничего С 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 Привязанность К Дому К Детям К Женам Или К Мужьям Привязанность К Отношениями С Родственниками И так Далее И так Далее Мама Папа Какие наши отношения Дружба Любовь И все остальное Это называется Слабость Сердца Хридайдурбальям И на основе Хридайдурбальям Арджуна Отказался Исполнять Указания Кришны Он говорит Слабость Сердца Заставила Меня Так Действовать Слабость Сердца И там Это Анардха Хридайдурбальям Слабость Сердца Я все понимаю Но ничего Не могу С собой Поделать Почему Проявляется Слабость Сердца От Нечистоты Там Нету Чего Балы Силы Духовные Духовные Силы Как Духовная Сила Приходит Человеку Получая Знание Вот почему 18 глава Бхагавадгиты Называется Совершенство Отречения Что знание Приходит И человек Не становится Слабым Сердцем Сильный Становится Сердцем И Арджуна Говорит У меня Слабость Сердца Но когда Выслушал Бхагавадгиту Он разорвал Эти узы Привязанности К своим Родственникам Он понял Что это Просто Слабость Сердца И слабость Сердца Проявляется Не как Желание А как Что Привязанности Через Которую Мы Наслаждаемся Почему Человек Не может Оставить Это Хрида Эдур Бальям Это Привязанность И Арджуна Говорит Как Я могу Испытывать Счастье Если Те Ради Кого Я вообще Что-то Делал Погибнут В этой Битве Это И называется Хрида Эдур Бальям Никто Не оценит Ради Кого Кому я хотел Показать Что я Такой Крутой Каждый Кому-то Хочет Показать И кому В первую очередь Кто за нас Радуется Жены Дети Родственники Мамки Папки Детки Бабки И вся Братва Все они Радуются За нас Потому что Кто еще За нас Будет Радоваться Только С теми С кем У нас Вот эти Отношения И мы Развиваем Эти Отношения Кто Будет Печалиться Вместе С нами Только Они Поэтому Кришна Говорит Что Ты Что И печалиться Тебе будет Не с кем Радоваться Не с кем Вот это Я понимаю Я понимаю Тебя Очень Тяжело Что Ты все Только Для этого И делал Некого Будет Опустить Ты Теперь Унитаз Не найдешь В их лице Куда Можно Спускать Свои Проблемы И не найдешь Естественно Нектара Кухни Сила Материальная Следующий вид Анарх Называется Пуджа Желание Славы Почести И уважения И в этом Случай Проявляется Пратиштха Пратиштха Чтоб Мне Выказывали Уважение За то Что Я что-то Сделал Я распространил Много Книг Я чувствую Что Если Кто-то Это Не ценит Меня Это Задевает Меня Это Задевает Я Чувствую Что Я Так Много Привел Людей В Искон Со Мной Так Уже Что Нельзя Как С Обычными Людьми Почему Потому Что Я Столько Много Сделал Я Хожу Без Носков Я Требую Уважения Я Разбираюсь В Архитектуре У Меня Так Опыт Что Вы Со Мной Спорите У вас У вас Лоб Видели В зеркало Какой Узкий Вы Ничего Не Понимаете Я Лучше Вас Понимаю Я Лучше Знаю Все Это Со Мной Так Нельзя Спорить Итак Против Против Которая Проистекает Из Пуджи Желание Уважения Почести Славы Если Кого-то Не Прославили Он Страдает Говорится Человек Которого Не Прославляют Человек Которого Не Прославляют Лишается Хороших Качеств Почему А Почему Мы Говорим Что Всегда Надо Человека Прославить За Что Хорошее Сделать Иначе Он Это Утратит Хорошее Потому Что Он Все Ремя Хорошим Ты Становится Чтоб Его Прославляли Это Опять Анардха Пуджа Это Означает Что Анардха Пока Есть Эти Анардхи Его Нельзя Не Прославлять Надо Прославлять Что Не Дай Бог Вы Не Прославлять Он Что То Сделал И Вы Не Заметите Не Прославите Не Крикните Что Это Джай Знаете Что Такое Джай И Вид Джай Кто Знает Что Такое Джай И Вид Джай Точно Знаешь Виссари Билинский Кто Знает Вот Он Знает Он Все Знает Ну Скажи Что Такое Джай Переведи И Надо Л Теперь он смиренный. Уважайте его за смирение. А Виджай? Великая слава. Не просто уже слава. А великая слава покрыла его. Теперь он вне правил и предписания. У него теперь собственная миссия. Миссия своя. Я уже так велик, что вы что? Мне какие-то наставления. Вы сами-то не соображаете, в чем ваша собственная миссия. Так человек становится великим. Пуджа. Это анардха. Гордым. Поэтому называется пратишта. Гордость появляется. И следующий вид анардх, который основан на всех этих. Одно в другое перерастает. Это называется аппаратхи. Апаратхи. Оскорбление. Который также относится к разделу кутинаты. Критиковать. Критиковать. Апаратхи. Оскорблять. Итак, человек становится неудачлив в духовной жизни. И Парупада говорит, именно это формирует концепцию неудачливого йога. Именно это. Поэтому из-за этих оскорблений в результате человек отказывается от пути чистого преданного служения. Вот почему Господь Шива считает полубогов оскорбителями. Когда Он говорит о их материалистичности, Он говорит об их оскорбительности. Что они все равно воспевают святое имя. Как? Оскорбительно. Вот почему говорится. Едва ли одному полубогу за целую кальпу удается подняться на планеты мудрецов. Едва ли одному на планеты мудрецов. Не в духовный мир, а на планету мудрецов. А если Ему и Шива удается подняться и войти в тело первого Пуруша Аватары и получить освобождение на одной из Вайкунтх, то послушный воле времени, какого времени? Он на Вайкунтхе, а почему-то послушен воле какого времени? При новом акте творения, Капила говорит, он вынужден будет вернуться в этот материальный мир, чтобы продолжить свою кармическую деятельность. Ой, удивительно. И как вы думаете, долго ли он там находится, на Вайкунтхе? Хотя туда и пребывает. Если вся-вся жизнь живого существа, говорится, равняется одной трути, представляете, трути, мгновение, миг, вся жизнь, то можете представить, сколько он там будет ощущать, сколько он пробыл на Вайкунтхе? Когда начинается новое акт творения? Это для нас здесь так долго все. 4 миллиарда или 622 триллиона 80 миллиардов земных лет, пока там все это будет твориться, махататва, пока они там все экспонсируются. Это для нас так долго. Там настоящее. То есть, попал, ушел. Они там даже не сказали. Даже не сказали тебе здрасте, и ты не успел поздравиться. Как моргание, говорит, все, что, где я был? Уже новое акт творения. Или же какое-то ощущение, что куда-то попало, даже толком не разобралось. Что-то хорошо было. Как молния, говорится. Блескнуло какое-то ощущение, и все. И не больше. И они возвращаются опять. И потом они пишут книжку. Даже листья не падают с Вайкунтхи. Мы не были на Вайкунтхах, они пишут. Потому что они были в прошлой жизни буддистами. Они достигли нирваны, ушли в Брахмаджойте. Там они не нашли ни любви, ни отношений, ни фига, кроме вечности и знания. Где же любить? Там просто вся любовь тут, на земле осталась. И они опять из сострадания приходят. К кому? Как же там без нашей любви-то они живут? Нам-то надо кого-то любить. И они не могут понять, думать, что такое. Почему мы так не удовлетворены? Потому что нам не надо никого любить. Они не могут понять принципов души, ее природы. Что душа-то хочет кого-то любить и кем-то быть любимой. Душа хочет кому-то что-то отдавать. Кого-то наслаждать и кому-то служить. И они тогда приходят обратно. И начинают говорить. Нет, на самом деле нет никаких вайкунтх. Мы были там. Но вы извините, вы должны пройти путем бхакти. Бхакти. Персонализмом. Итак, люди не могут распознать этих вещей только по одной причине. Они не квалифицированы. Вот что такое называется Адхикара. О чем я и начал всю эту главу вам объяснять. С позиции Адхикары. Харе Кришна. Несомненно, о мудрейший среди полувогов, тот, кем я остался доволен, без труда обретет все, что пожелает. Однако чистый преданный, все помыслы которого сосредоточены на мне, никогда не станет просить меня ни о чем, кроме возможности, преданно служить мне. Какая муха приметалась. Не становитесь неудачливыми мёгами. Удача. Богиня Удача всегда с нами. Пока мы служим Кришне, она всегда с нами. Но как только мы начинаем служить себе, все. Удача нас покинет. Есть такое выражение в Аштакалия Лили. Она начинается с этого стиха. Аштакалия Лила. Тот, кто встаёт после восхода солнца, его покидает богиня Удачи. Несомненно. Смотрите, как о Брахмаму Курте. И не надо говорить, что там Брахмаму Курт или не Брахмаму Курта. Тот, кто встаёт после восхода солнца, его покидает богиня Удачи. Иди нафиг. А кто встаёт, тому Бог даёт, говорят. Бхагава там это отписывается, этот стих Поэтому те, кто спят, они думают, что они удачу какую-то получают Ой, как тут, блин, сразу-сразу говорится Хотя бы рано вставать научись Поэтому говорят Царство Божье что? Ну, да уж Такую народную поговорку не знаете? Вставай, не спи, а то проспишь Что? Царство Божье, елки Тоже сидят клушки И они спят и дрыхнут Они уже мертвы Потому что смерть это тоже сон Проснетесь в новом теле Несомненно Ну, я такой был старичок опять Ну, уже в женском, естественно И сразу предадитесь Там везде рупугу с вами пишут У кого женское тело, то станет чистым преданным А у кого мужское, еще чаще А у кого и то, и другое Вообще наичистейший Кентавр Пол тела обезьяны, пол тела носорога Кентавр А уши человеческие Есть вопросы? Видите, каждый раз мы возвращаемся к АЗАМ Судя по тому, что происходит Надо обратиться к первоисточникам Мама будет недовольна Мамка будет недовольна Это все Хрида и Дурбальям Ну и пусть она недовольна хоть 33 раза Она была немножко недовольна совсем Совсем немножко была недовольна Напрочь До смерти Пусть она недовольна Мама, почему вы даете Мама Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Мама Ну что такое? Это кто поет это? Мама Спокойтесь Почему мама? Если мама что-то соображала Она бы вас наоборот сказала Иди, сынок, в храм Поклоняйся Кришне Сарват харман, блин, иди исполни Ишаваси айдам сорвам Ты что, блин, тупой, что ли? Надо было маму с уручей иметь. Да? Нет? Не надо меня филиграфиливать, фу, аппаратом. Мама. Настоящая мать говорит, иди предайся Богу. Иди, сынок, предайся Богу. Это мама. И Кришна говорит, я и мать, и отец. Как узнать, кто ваш отец? Кто вам говорит, иди предайся Кришне. Как узнать, кто ваша мать? Она говорит, предавайся Кришне. Нифига тут сидеть, блин, на балалайке шпрянкать. Веник вон возьми лучше. Поиграй тоже на венике. Гармошка тебе нужна? Вон батарейка есть. Это мать и отец. Они заботятся о вашей душе, о вас именно. Поэтому он говорит, вас издаст. Как говорят древние злусы. Что у меня за ум такой? Кто-то пьет мою воду. Джива какая-то там. Бассейн себе нашла. Тоже привязана, видишь, комфорт. Живет в храме, бассейн. У нас нет бассейна, а у них есть. Пожалуйста, вопросы у вас. Дурачок. Слышите? Поправляется или поправляет? Поправляется. Он совершает какую-то ошибку. Авторитет? По мнению авторитета, подчиненный совершает ошибку. И подчиненный не принимает поправку. По какой причине это? Значит, он не авторитет? Нет. Частичный. Есть целая градация принятия авторитета. Ну вот мы видим, допустим, прапякша, парокша, апарокша, адхокша, джа, апракрита. Вот один и тот же человек может вызывать у нас разные взаимоотношения. В соответствии с нашими собственными гунами, анардхами и так далее. Что-то мы принимаем, что-то отвергаем. Не происходит полное принятие. Это отмани венена. Но авторитет всегда прав. Серьезно. Я раньше этого тоже не понимал. Он всегда прав. Он либо, получается, на смирение. Если он не прав, то мы должны быть смиренны. Может быть, он ошибся. И мы должны быть снисходительны. Это все равно в любом случае развивает лучшую сторону нашей жизни. Только вот уловить это сразу. Как Гуру Махарасмай говорил, Шашлил Павпада так проверял у нас тест на наше смирение. Он начинал нас обвинять в том, чего мы не делали вообще. И мы сразу начинали там оправдываться. И Гуру Павпада улыбался и говорит, ну понятно. Он говорит, ну что вы этого не делали? И мы не понимали, почему он смеется и улыбается. Он смотрел, как мы будем защищаться, как мы будем обороняться. И сколько мы на самом деле вожделения лишились. Насколько мы можем смиренно предаться. И Павпада говорил, нет, я просто вас предупреждаю на будущее. Если так произойдет, вот вы это услышите. Я говорю, ну при чем здесь на будущее? Они не знали, что разум всегда смотрит куда? В будущее, да. И он может видеть зачатки, ростки. Продвинутый человек видит рудху, рудху карму. Ростки уже, которые в будущем могут превратиться. Он говорит, не надо, не присваивай все деньги. Я, да я никогда, все по бумажке. Он говорит, а я ничего тебе не сказал. Я говорю, не присваиваю в будущем. А с чего вы взяли? Вы так обо мне плохо думаете? Нет, я не думаю. Я вижу. Рудху. Росток. Ну вы не скажете это? Да он что-то гонит. Ну нафига столько обучаться мне было? Называется рудха карма. Ростки, вы можете видеть ростки, которые приведут к этому, если человек не изменится. Не искоренит его. Поэтому гуру точно так же. Он знает эти все вещи. Только в этом мире. Он все понимает. Когда ученик скрывается, не показывается на глаза. Когда ученик не пишет подношение на Меса Пуджу. Гуру, это его служение, все это анализировать. Он там чем-то недоволен. Автоматически. Это как у Канан Дойля. Когда Шерлок Холмс объяснял, как он это все. Он быстро это все разгадал. Но когда объяснять, надо было там целый семинар давать. Но у него это быстро. Вот так и происходит. Это нам надо 10 лет, чтобы человека узнать. Но когда у вас есть знания. Динь-динь-динь-динь-динь-динь. Взбодит. А когда нет знаний, вы говорите. Надо узнать поближе человека. Очень близко. Так узнал. Ну вы сначала тело узнаете. А тело что? Что у него тело? Тело это тело. Как говорят там кто-то где-то в Ангарске нашел у себя признаки. Все родинки великой личности. Не знаете? А мне вчера приходили вот это Юля Мочалова или Качалова или... Юля. А, Потелова. Ну я помню, что это такое там. Что-то она делала. То ли Качалова, то ли Мочалова. Она, оказывается, Потелова. И... Нет, нет. Какой-то, говорит, поэт у нашего Робертина Ачарии. Знаете такого? Робертина Ачарии. Ну, чья дача. Чья-чья. Что у него какой-то друг есть. Поэт. И он весь в родинках. И он говорит, что все эти родинки говорят о признаках великой личности. Как в истории рыбки. Была одна рыбка. И она чувствует, что это плавать трудно. Я почему так показываю? Потому что рыбки так плавают. Они не так плавают. Не так. Так лягушки плавают. А так люди. Она так. И что-то под мышкой чувствует. Смотрит на ней какая-то такая. И она так забеспокоилась. Думаю, ты елки. Ой, как же я буду это плавать. И она к одному приплала к Сому. А Сом был он такой врач был. Айруидический. Она была такая штука. Потом вот такая, знаете, да? Свитоскоп. Знаете, такой с дырочкой. В зеркало. На лоб. И там все-все-все-все. И он такой. А ему так охота было спать. Сом он всегда такой в тени, знаете, да? В кустах он такой. Сомик. Сиреней. В томагоне он был. Всегда хотелось спать. Он плохо учился. В школу не любил ходить. В детстве. Сом да есть сом. И она к этому сому приплыла. И говорит, у меня там... И он говорит, ты подожди. На нас посмотрел. Ему так хотелось отвязаться. А рыбка была такая вся из себя. И он говорит, там у тебя жемчужина растет. Потому что ему не охота было ей заниматься. И она такая обрадовалась. И уплыла. И она теперь стала не просто... Она всем показывала. Она всем это показывала. Ну, короче говоря, не буду долго рассказывать. Потому что времени уже много. Есть охота спать тоже. Есть охота спать, охота. Сокупляться охота. Обороняться еще больше. Короче говоря, у нее выросла очень большая такая штука. И она везде. И все, кто говорит, что с вами. Она говорит, видите, плебей. Не видите, ничего не понимаете. Потом у Сомы было хорошее настроение. Он спать не хотел. Она опять к нему приплыла. И она на нее посмотрелась. Как же вы это все запустили? Она говорит, что? Что я запустила? Посмотрите, какая красивая. Она гордой же была. Потому что жемчужина. Представляете, у вас на носу жемчужина росла бы. Или где-нибудь под мышкой. А он говорит, да вы что, я пошутил. Это бородавка отвратительная. И она опять стала скромной и смиренной. Так вот там у него тоже везде родинки. Передайте ему. Расскажите ему историю про рыбку. Моя мама онколог. И она изучала науку о родинках. Вы знаете, да? Почему в онкологии? Сразу поняли. Образованный человек. В астрологии ведической родинки называются мангэ. Мангэ. Это определенные знаки на самом деле. Которые указывают не на великую личность. Всякие знаки. И надо отличать. Есть благоприятные мангэ, неблагоприятные. В онкологии особенно это изучается. Чем больше родинок на теле, тем это очень неблагоприятно для здоровья человека. Вот это вот радиоизотопное излучение эмоции. Короче. Пропорщик знает. Пожалуйста, вопросы. Выспевайте, правда? Серьезно. А то будем так все тут жить. 10 тысяч жизней. Каждый раз рождаться и встречаться здесь надоело уже. Я же вас в прошлой жизни еще помню всех. Серьезно. Так же мы в храме, блин, уже сколько раз встречались. Поэтому и любим друг друга. Уже привыкли так, что уже. Эээ, ты здесь опять. Что-то между нами произошло. Как будто мы в прошлой жизни увидели друг друга. Ну, конечно, что тут не понять-то. Уже, блин, западали друг другу уже, блин, из жизни в жизнь. Мы бы хотели из жизни в жизнь рождаться вместе. Все время нас эта банка собирала. Разве вам не знакомы? Чувствуете, парамат мы нам указывают друг на друга? Будто мы знали друг друга тысячу лет. Тысячу лет, тысячу зим. Поэтому так быстро привлеклись друг к другу. Что-то все в прошлом было сформировано. Тела поменяли, а суть осталась наша. И мы когда в суть-то проникли, о, да мы родственники. Смиренным. А где это, я не помню. Где было написано, что надо стать смиренным сыном мамы? Кришна говорит, я мать и отец. Кришна говорит, я мать и отец. Сыном кого? Какие-то вот такие фразы, вы дергаете человек, стань смиренным сыном. А кого, чего, в какой ситуации он это сказал? Я не могу понять. Вы скажите мне, в какой ситуации, о чем? Ну, я даже вот многие это все, наверное, как говорится, ну, я завишу в этой материи, я поэтому я не могу... О! О! Вот об этом-то и суть. Они нам не принадлежат, они от нас зависят, дети наши. И не больше. А все принадлежит Кришне. Они зависят, поэтому их смирение, это смирение зависимости. Пока мы кушаем хлеб родителей и живем на их территории, мы должны их слушать. Несомненно. В шастрах это говорится. Это закон ману. Ману строят свой закон исключительно на Бхагавадгите, который ему поведал Бог Солнца. И в Бхагавадгите есть стих, что человек должен почитать отца с матерью. Это он все. Когда человек почтителен к отцу с матери, меняется влияние Солнца в его гороскопе. Это описывается так же. Шриман Бхагават. Две самые главные планеты в жизни любого человека, воплощенного в материальном теле. Это какое влияние оказывают не какие-то другие планеты. Все это и ура. Потому что именно от Солнца и Луны будет зависеть влияние всех остальных планет. Итак, Солнце самое главное, это отец. Луна это мать. Но именно от этих планет зависят все остальные звезды и планетарные системы. Все орбиты их. Ну, это есть в пятой песне Бхагавада. Поэтому говорится, что вот это почитание старших, это почитание связано с Солнцем и Луной. Поэтому люди почтительно относились к Солнцу и Луне. И вот представители Солнца и Луны есть. Так же, как Рама это Солнце, а Кришна это Луна. Наоборот, видите? Потому что в духовном мире по-другому проявляется. Рама это радость любви, исходящая от Кришны. А Кришна это источник любви. Вечного наслаждения вот этой радости. Там везде по-разному определяется в соответствии с поднятием на отношения с Кришной. В какой расе вы находитесь. Ну, это в духовном. А в материальной системе это так. Что почтение к родителям меняет сразу влияние гороскопа. Сразу меняется гороскоп. Как только вы начинаете слушаться отца с матери, тут же меняется гороскоп ваш. Все говорят, вот вычисляйте, это не астрологи. Поверьте мне, они не знают ваших отношений. Как они могут что-то вычислить? Чушь собачья. Весь гороскоп мгновенно можно изменить, получив какое-то знание. Хотя бы что надо почитать мать с отцом. И вы уже все выкидываете в гороскоп. Это не астрологи. Это вообще какие-то, я не знаю. Меня все время это бесит. Меня задевает. Что я изучал эти системы. Что они там вообще на уши людям вешают? Вообще не квалифицированные личности. Конечно. И славу. Славу и деньги. Дураки какие-то. Профанно. Вообще ничего не понимают. Да человек вот, например, если божеств приезжает, уже меняется его гороскоп. Как они могут преданным вычислять гороскопы? Очень квалифицированная личность, которая понимает вот эти все изменения. Посвящение, когда происходит. Когда человек начинает повторять 16 кругов. Когда человек начинает слушаться просто. Просто подчиняться. Меняется его гороскоп сразу. Подчиняться кому-то. Вообще кому-то. Не знаю. Жена мужу начинает подчиняться. И уже гороскоп меняется. Жены. Сразу. Потому что в шастрах об этом говорится. Что жена должна служить мужу. Тогда только она избавится от вожделения. Которое делает ее неудовлетворенной. Это мужики какие-то дурачки. Ищут себе женщин, которым они будут служить. Я для тебя все сделаю. Это разные вещи. Мужчина должен не искать себе жену. Кришна ему найдет. Отец найдет. Отец представитель Бога. Когда нет отца, говорится, представителем Бога является мать. И у человека есть кто? Еще один отец. Если нет настоящего отца, кто становится отцом человека? Нет. Сначала говорится, что отцом становится кто? Царь. Потом Браман, священник становится отцом. Есть несколько категорий отцов. Потом становится отец, гуру. Который учит, как предаться настоящему отцу. Почему все говорят? Отче наш. Кто такой отче? Кто? Отец. Отец. Отче. Это отец. Поэтому говорит, отчество. Какое ваше? Отчество это что? Имя кого? Ну, вот видите. Поэтому мы все кришновичи. Поэтому мы не должны торопиться. Ни в чем. Должны сначала разобраться. Все взвесить. После этого делать. Брамана. Мудрость. Вот почему говорится, признаки гуны благости это мудрость. Мудрость это способность взвешивать все плюсы и минусы. Беспристрастно. Беспристрастно. Как я сегодня утром объяснял одной матучи. Астрология очень сильно зависит в какой гуне находится астролог сам. Даже если он знает теоретически, его понимание этого будет, что в гунах. И это когда он делает карты, если он в гуне страсти сам, он вам сделает так, чтобы вас удовлетворило это. Или чтобы удовлетворило его представление. Поэтому очень важно, чтобы человек был в гуне благости. Как минимум, говорится. Беспристрастно. Беспристрастные вещи, прежде чем начать их делать, говорится, семь раз их перепроверяют. Вот почему это в шастрах говорится. Семь раз нужно перепроверить. Правильно ли это? И после этого надо сделать. Поэтому в народе именно это выражение говорят. Семь раз отмерь и один раз отрежь. Это вот именно в джиотише говорится. Человек семь раз должен перепроверить свою карту. Если он кому-то что-то... Семь раз перед тем, как ляпнуть, он должен семь раз перепроверить. Себя, все, все свои мотивы, все. Все это. Семь этих уровней там есть. Это что там? Чувства там. Ну все это. Семь уровней. Бам. После этого он говорит, ты сдохнешь. Если вот так-то, так-то не сделаешь. Или наоборот, говорит, надо сделать так-то, так-то. А то будет неприятно, очень неприятно. И подразумевает, будешь совсем мертвый. Нельзя людям говорить о смерти, которая находится в гоне страсти. Ни в коем случае. Они не знают этих вещей. И поэтому на первую обложку там статьи. Смерть, жизнь, смерть. Они не понимают. Нельзя этого делать. Всегда нужно говорить, и будет вам жизнь. Вот почему там говорится. Чтобы привлечь к себе, к своему знанию. Нужно не говорить, и будет вам смерть или ад. Будет вам жизнь какая-то вечная. Это до людей. И начинают плясать. Хоронили тещу, порвали три баяна. Ты писал, да, Свет? Ты лучше у нас руки записывай, все что я говорю. Кто-то так там. Прошлое убийство я продемонстрирую вам. Нет вопросов, все? Почему это грешник зашел поэту Бхагавадгиду Арчун в то время? Пятичеты назад, то есть, что эти мудрецы, они свободно их процитировали с Бхагавадгидой? Нет, говорится, что сампрадая Арчуна прервалась. Исказили они понимание Бхагавадгиды. То есть, все слова были идеальными, преподнесены. Но смысл слов был искажен. То есть, форма была полностью идеальная. Именно так. Почему комментарии Праупады очень важны? Он восстановил дух Бхагавадгиды. Праупада говорил некоторые стихи, там они там... Нет, Праупада говорил также о гитах, которые идеально были переведены. Но дух Бхагавадгиды был изменен. Вот так же сампрадая Арчуна была прервана. Каким образом? Дух был изменен. Религия в упадке, это когда не сами слова изменились. А мотивы, цели. Придалось другое значение всему этому. Этим словам, этим мыслям. Понял, да? Вот как в христианстве. Может быть, тоже все и правильно там говорится. Но смысл, цели, мотивы и дух этого уже исказился полностью. Понимаешь, да? Вот точно так же была прервана сампрадая Арчуны. Поэтому Кришна говорит, некогда я поведал эту Бхагавадгиду, некогда, на заре творения, Богу Солнца. Бог Солнца поведал ее Ману. Ману рассказал ее Икшваку, первому царю человечества. Так это знание распространилось среди людей. И он говорит это Арчуне именно. Потому что Арчуна относится к Сурьявамши. Сурьявамша, это значит, он к Богу Солнца имеет отношение. Он его родственник. Сурьявамша это кшатрийская династия, которая идет от Бога Солнца. Есть две кшатрийские династии. Одна называется Сурьявамша, а другая Чандравамша. И так была Сампродая, Бога Солнца и была Сампродая, Бога Луны также. И Кришна приходит для того, чтобы восстановить эти обе Сампродаи, которые прервали свое понимание того, что, то есть исказили понимание. И Кришна опять на круг шетри, чтобы было понятно, ситуацию создает, в которой были сказаны эти слова. А то они начали говорить, Кришна говорит здесь, что надо не предаться не Ему, а как Ему, вот как внутри Него, там всякую чушь. И поэтому Кришне нужно было создать всю ситуацию, чтобы прямо в этой ситуации правильно поняли Его слова. Вот как, допустим, очень была такая застарелая притча, выдуманная преданными, что когда рвутся кантемалы, это значит аппаратхи, там, нога болит, там, это там, божества или там что-то. Это все было выдумано, но было выдумано на основе этих фраз, которые были сказаны в ситуациях, о которых никто не знал и не понимал. Все создали в своем уме на основе этих фраз собственные ситуации. И придали этому совершенно свой смысл. Как, допустим, если ты будешь слушать Джапу Шрила Парупады, записано, там есть, Парупады говорит, сядь правильно. И многие аюрведические преданные, они стали говорить, что тот, кто в гуне благости, он воспевает с прямой спиной. И что Шрила Парупада говорит, когда он увидел, что вот так человек сидел, воспевал, он ему сказал, сядь правильно, то есть выпрямь позвоночник, потому что по позвоночнику идет вся энергия, змеи-то пятиголовые, кундалинишки. И они стали выдумывать разные вещи. А там была ситуация очень простая. Парупада сидел вот так, как ты. И при этом куча сидели, все повторяли Джапу. И один ученик, он вот так сел, ноги устали, он вот так вот сел на против Парупады. И повторял. И Парупада и устал. Всяк правильно. И Парупада потом после, когда Джапа закончился, он сказал историю про быка, который вот так же сидел перед Кришной. И Кришна его убил за это. Потому что это оскорбление. Вытягивать ноги в сторону преданного или тем более Господа. А они сразу придумали, что тот, кто ходит, он в гуне страсти, Джапа читает, кто ходит. Парупада тоже до своей прогулки утренние делал, в такой страсти был. И всех заставлял их ходить. А кто вот там сидит, они говорят, вот видите, там бабаджи, они все сидят. Они, может, уже в прошлой жизни все время сидели в камере. Ну и привыкли так не двигаться, статичные. Люди, Господь читает Аня, он не сидел, он плясал. Не только там не сидел, он танцевал. Они там, блин, что-то выдумываются. Там прямая спина, кривая спина. Это вне тела, это минует наши чувства, ум, интеллект, все. И сразу обращена Маха-Мантра к чему? К спине, думаете? И настолько на выдумывали. Вот так была прервана Сампрадая Джуна. Там стали давать другие толкования этим словам Кришны. Поэтому нужно было опять обыграть эту ситуацию, чтобы они поняли, про поводу чего Кришна сказал. Шасси в тени. И так они выдумывают всякие. И вот они берут такие фразы. Вот как вот сейчас ты говоришь, что по поводу этого. Надо смиренной матери. Тразы. А в какой ситуации они были сказаны? Поэтому Махабхарату описал Вьясадева. Для чего? Чтобы ситуацию эту описать. В какой ситуации было что сказано? И Вьясадева написал это. В момент своей духовной зрелости. Есть две Махабхараты. Одна Вьясадева, а другая кого? Кто знает? Это что? Никого значит. Кого? Никого. Во Шанпайна один. А второй кто? Кто знает? Никто не слышал, что две есть Махабхараты? И обе авторитетные. Один Вашанпайна, а другой Двайпайна. Две Махабхараты и обе авторитетные. Одну написал Вьясадева наш, которого звали как? Двайпайна, что означает островитянин. А другой Вашанпайна, что означает благочестивый, благородный. Один написал в его настроении кармаканды. Все эти события точно такие же. Придав совершенно другой смысл кармический. Кармаканды, то есть благочестивой деятельности. А Вьясадева его писал с позиции бхакт-йоги. Одни и те же события рассматриваются по-разному. Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе, Харе. Шриман Бхагаватан Киджай. Широпрапада Киджай. Шри Шинитай Гуранга Киджай. Голда Проминанды. Харе, Харе, Харе. Спасибо большое. Широпрапада Киджай.